Так, ебта, блядь, здорово, пацантры, вот, хе-хе-хе, короче, сейчас у нас будет обзор, короче, ещё могу сразу сказать, что если у вас нервы, короче, смотрите на этом канале видосики с деревьями, короче, вот, с берёзками там всякими, вот, короче, короче, вот на вот этом канале, открывайте, смотрите, ебта, блядь, вот тут красиво, блядь, графон, блядь, ебта, блядь, 2015 год, позапока, Крайзис 3, ебта, блядь, вот, посмотрите, как выглядят, ебта, деревья, графон выглядит, короче, вот, ну, обзор у нас будет на Кроссаут, который ещё не вышел, но, ну, в общем, короче, у нас будет такой ни о чёмненький разговор, потому что, опять же, он не вышел, ни одного ролика нету, есть только проплаченные, прокупленные ролики, в котором, короче, какой-то умелец также хвалит, там, нахваливает прямо ещё не вышедшую игру, вот, ебта, блядь, причём это настолько великий человек, а, так это обзор от Игромании, а, уже Игромания сделала обзор, ну, короче, ебта, блядь, замечательно, то есть игра ещё не вышла, и люди нахваливают её скриншоты, люди нахваливают скриншоты игры, сейчас ещё раз, внимание, если вдруг кто-то не понял, люди, люди нахваливают скриншоты игры, скриншоты, я не шучу, ни видеогеймплея, ни какое-то описание того, что в игре будет, его до сих пор нету, она же в альфа-тесте, ебта, блядь, всё закрыто, нет, люди нахваливают скриншоты от игры по скриншотам, которые непонятно ещё, как они там сделаны, вот, в частности, вот этот обзор, то есть непонятно, это графика, это на движке сделано, или это вот сама игра будет такая, и вот они, короче, нахваливают, типа, вот, посмотрите, ебта, блядь, тут, короче, у него какие-то тут вот штуки есть, ебта, блядь, пушки есть, короче, вот, а... И по этому скриншоту я делаю вывод, что это хорошая игра, ну, то есть, я не знаю, может, для вас это нормально, но лично для меня это какой-то, ну, просто ёбаный пиздец, то есть, ну, просто-просто, это просто полная жесть, то есть, как бы, замечательно, давайте теперь делать обзоры, давайте, давайте вообще делать летсплей по невышедшим продуктам, вот я обозрел невышедший обзор Кузьмы, давайте будем делать невышедший, летсплей по невышедшим играм, там, политика будет обозревать, еще не случившиеся происшествия, которые, там, запланированы, там, еще, там, на десятилетие вперед, и новости также будут показывать, там, сегодня у нас случилось преступление, которое случится, там, в будущем, там, лет через 10, там, типа того, то есть, и вот такие у нас будут новости, то есть, ну, просто замечательно, просто-просто замечательно. Вот, ёбта, блядь, так что я считаю, это какой-то, ну, откровенно тупой затеей, и хочу обратиться к War Thunder, а, к Годзинам, Годзины же делают кроссаут, но Годзины, ну, мы знаем, как Годзины делали War Thunder, если вдруг кто не помнит, как Годзины делали War Thunder, так как это очень важно, то они обещали альфа-тест, который, там, или, там, какой-то, там, ЗБТ, ОБТ, который откроется, потом для него сделали задания, которые в танках надо катать, а, а, в самолетах их надо было летать, там, просто херово туча, там, 50 заданий, которые в течение, там, я не помню, уже 50 дней, вы должны были делать, вы только вдумайтесь в этот пиздец, в два с половиной месяца надо было каждый, два месяца, надо было каждый день летать, выполнять задания, была куча школьников, просто у людей, там, передаки рвало, в итоге, в итоге, ключи получили, некоторые люди писали, мол, я, там, два задания выполнил, и, опа, у меня есть ключ, а как так, ребята, то есть, возмущались, типа, ну, мол, а как так, другие писали, мол, я выполнил вообще все задания, но у меня нету ключа, как так, но мы-то знаем, как так, то есть, первые люди, которые выполнили хоть одно задание, их сразу по списку, там, чик, вот, им дадут ключи, а то, что уже там следующие, там, люди стараются, всем же насрать, то есть, ну, в принципе, так работает бухгалтерия, то есть, надо понимать, что, вот, все эти игры, там, ну, там, есть бухгалтерия, а бухгалтерия везде одинаковая, то есть, абсолютно безголовые люди, которым ни хера, ничего неохота делать, там, что-то дописывать, копаться в чем-то, там, смотреть, кто там лучше, хуже, такая жесть была, у людей были такие нервы, это был, это был такой трындец с этими танками, я помню, купил себе, там, этот альфа-набор с Т-34, который херово тучу денег стоил, там, блять, какие-то закрытые наборы с танками, которые просто никакущие, короче, это была полная жесть, и в итоге игра еще не выходила целый год, там, в открытом тесте, после того, как они распродали всем наборы Т-34, там, я не помню, она больше, чем полгода, и не собиралась выходить, то есть, они просрали дату, ну, которой они обещали, что игра выйдет в открытый тест, потом начали говорить, что они никому ничего не обещали, что не было никакой даты, что игроки это сами себе напридумывали, короче, ну, была полная жопа, я это до сих пор помню, у меня до сих пор бомбит пукан, и в итоге танки вышли, ну, настолько кривыми, что, блять, они не могли стоять на месте, они падали на бок, начинали кататься по всей карте, просто как сумасшедшие, то есть, ну, был полный трындец, то есть, ну, это было, это, это даже, это просто непередаваемо, сейчас более-менее что-то там подкрутили, но, опять же, графон что-то стал хуже, танки какие-то вообще никакие, вот, ну, и вот у нас выходит кроссаут, в котором есть только несколько скриншотов и хвалебные отзывы людей, которые вроде играли в него, а вроде не играли, вот уже игромания подключилась, и, короче, люди начинают свою пиар-кампанию, юпта, блять, ну, мне-то, ясное дело, не заплатили, поэтому я говорю только правду, и ничего, кроме правды, юпта, вот, и если эта игра, ну, если кроссаут будет вести такую же политику, как War Thunder, ну, блять, это просто какой-то ёбаный пиздец, то есть, серьёзно, там к ним забежит в итоге в офис какой-нибудь шахид и просто взорвётся нахуй, потому что, ну, если вы создаёте вот это напряжение, рекламу, вы же должны создавать её для чего-то, а не просто так, так реклама не работает, если вы вдруг не знали, когда вы делаете рекламу, обещаете и даёте релиз, там, числа, то будьте любезны выполнить свои обязательства, вот как работает реклама, иначе в итоге вы теряете деньги, потому что люди, которые хотели купить это, копили деньги к тому числу, они пойдут и купят хук на пуджа в доте, если вы вдруг не понимаете, как работает всё это, у людей резиновые, это анальные проходы, а не кошельки, вот, ну и с Crossout'ом ни одного ролика пока что нету, ни одного геймплейного ролика пока что нету, вообще ничего нету, кроме скриншотов, описания игры нету, того, чего в неё можно будет делать, нету, короче, ничего нету, есть какие-то альфа-тестеры, где они есть, непонятно, потому что до сих пор в сеть ничего не слили, мне кажется, просто нету никаких тестеров, потому что, ну как так, блять, тестеры, которые до сих пор ничего не слили в интернет, ещё ебанулись, где такого, блять, не бывает, вот, короче, ничего нету, кроме скриншотов, которые, да, скажу, выглядят, ну, как такая пропатченная X-машина, в принципе, нормально, но не очень понятно, чего в итоге как-то играться будет, ни одного описания нету, в итоге об игре сказать, ну, особо нечего, у Годзинов есть множество, там, онлайн-проектов, а у них не только танки, там есть космические самолётики, в которых никто не играет, какая-то там Тера Онлайн, что-то там ещё есть, короче, до хрена игр, в которые никто не играет, ну, ну, вот сейчас выходит Кроссаут, которые там все, о, как Безумный Макс, короче, и Годзины, видимо, не понимают, что к концу лета вообще-то выйдет Безумный Макс, который так и будет называться Безумный Макс, выйдет целая мега онлайн, то есть мега игра, в которой и онлайн тоже наверняка будет, там будет огромный открытый мир, там куча карт, она ещё выйдет не бесплатная, за неё надо будет платить деньги, и тут вы со своим Кроссаутом, который я вроде вначале Кроссфайером называл, короче, насрать, и вот тут вы суётесь со своей игрой, напоминайте людям, что это по мотивам Безумного Макса, который непонятно вообще, когда выйдет к концу лета, там, ваш тест выйдет или не выйдет он, и вот опять же, если это будет как с Вартандером, то, блядь, оно вообще не выйдет ещё через год или через полтора года, но пиар-компания идёт сейчас, то есть, дорогие Годзины, к вам обращаюсь я, увольте вашего пиар-менеджера, пиар-отдел, потому что у вас сидят какие-то откровенные идиоты, которые делают просто какие-то недопустимую херотень, мне кажется, у вас, ну, как в любом российском, там, у русском, вот, предприятии, есть одни люди, они считают, что надо так делать, есть другие люди, которые считают, что надо делать по-другому, и в итоге все, как в басне, там, тянут, блядь, тележку в свою сторону, пиар-отдел быстро-быстро пиарится, и потом отчитывается перед начальством, как они сильно распиарились, как много, потом начинают гнать на технический отдел, который ни хрена не успевает игру делать, технический отдел отчитывается перед начальством, как много они в техническом плане сделали, но гонят на пиар-отдел, который там пиарится раньше, чем нужно, ну, и вот такая вот говноперепалка, ну, живём в России, что поделать, ну, вот, наверное, с Крусфайером примерно так же. Пиар-отдел начал работать, люди начали обозревать игру, у которой нету даже геймплейного ролика, даже на, там, графическом, вообще никакого. У игры есть только скриншоты, вот, теперь у неё есть обзор игромании, в котором сидит какая-то девушка, которую я бы даже вдул, и там, ну, ещё есть обзор какого-то чувака, который каждый, типа, скриншот из пяти, я не сказал, сколько их, на данный момент пять, и, по-моему, ещё около пяти вышло новых там, ну, вот, примерно 10 скриншотов по игре есть, и уже есть несколько обзоров, и запущена пиар-компания, и там каких-то тестеров набирают, ну, то есть просто, Годзины это великие, великие, я не знаю, маркетологи, рекламатологи, там, я не знаю, стоматологи, там, лечат детей от запоров, короче, если у вас, там, запор, то попытайтесь записаться в альфа-тесты к Годзинам, сразу у ребёнка всё выйдет, мгновенно, то есть, ну, просто жесть, Годзина, ну, вы как-то это самое, начинайте головой, что ли, думать, как-то, ну, я не знаю, в единое целое, что ли, начинайте образовываться, чтобы у вас пиар-отдел работал вместе с техническим отделом, чтобы вы какие-то ролики выпускали, там, и это не было, как-то, хрен знает, я просто даже не понимаю, то есть, вот сейчас, буквально, в официальной группе, с которой меня до сих пор не забанили, вот, ой, извиняюсь, в официальной группе, официальная группа ответила следующий текст, я его не успел заскриншотить, потому что, ну, я просто не успел, но я его успел записать, значит, ответ некому Артёму, который под постом, кстати, даже не отписывался, то есть, я не знаю, как они смогли ответить человеку, которого в посте даже не было. «Давайте в этой группе не будет так больше писать». «Ок» и вопросительный знак, то есть, сейчас, ещё раз, «Давайте в этой группе не будет так больше писать». «Давайте в этой группе не будет так больше писать». Это ответ Артему, давайте в этой группе не будет, кто не будет, кто давайте, не будет так больше писать. И вопросительный знак, ок, и вопросительный знак. То есть, это великое, видимо, ну, какие-то великие люди стоят за этой группой, потому что, ну, это можно прочесть примерно так. Так, да, типа, слищ, давайте в этой группе не будет так больше писать, окей? Давайте в этой группе не будет так больше писать, окей? То есть, ну, просто жесть, ну, блин, Crossfire, вы что там, с ума, что ли, посошли? И вот такие вот люди работают в Crossfire, там, всякие школьники, админинят группы, там, принимают людей на альфа-тест, занимаются рекламой, там, заказывают у игромании обзоры по невышедшей игры, заказывают у каких-то говнообзорщиков обзоры, в которых игру всячески хвалят. Вот уже Пучков про эту игру замолвил, слово, которое еще до сих пор не вышло. И вот в которой есть несколько скриншотов и, собственно, все. Группа, в которой есть 5000 человек и больше ничего по этой игре нету. И охота в очередной раз, вот, в последний раз обратиться, товарищи Гайдзины, беритесь за голову и начинайте делать нормальные человеческие пиар-компании. По-человечески. Пиар-компании проходит не так. Вы делаете ролик, скриншоты, описания. Вы платите какому-то альфа-тестеру или своему коллеге из цеха, не картавому, не шепелявому. Он делает какой-то обзор по игре, показывает начальное меню, показывает начальные настройки, показывает, ну, например, в начальном уровне, что можно было бы сделать по игре. И вот и на фоне всего этого выстраивается пиар-компания, если вы вдруг не знали, как это делается. Это делается так. Лучше закрой бы этот скриншот, ёпты, блядь. И вот этот, и вот этот тоже, ёпты, блядь. Вот какая... Блядь. Вот. И подписывайтесь, ёпты, блядь. Ждем грузаут, ёпта. Сфк.